МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу студии телеканала Север Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Два самосвала, малогабаритный погрузчик, а также шнокороторный снегоочиститель. В предприятии чистый город пополнение специализированной автотехники. Любимый город может спать спокойно. Сотрудники Управления внутренних дел Ненецкого округа принимают поздравления с 90-летним юбилеем ведомства. Еще вкуснее пекарь из сел Пешского куста повысили свою квалификацию. Обучение прошло на базе Неской пекарни. Об этом и других событиях в ближайшие 20 минут. В начале выпуска актуальная информация об эпидемиологической обстановке в округе. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. Это жители Нарьинмара и искатели. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1018 подтвержденных случаев COVID-19. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели 6 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся 46 пациентов. В том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек. Еще 36 на амбулаторном лечении. Напомним, задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. И в продолжение темы. Пост и ПИД-контроля за приезжающими зимника на Лаевожской дороге снят. Такое решение принято оперативным штабом. Кроме того, в ходе заседания поддержано предложение об отмене рекомендательной нормы работодателям о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников. Принятые изменения будут внесены в постановление губернатора 12ПГ о введении режима повышенной готовности. И теперь к другим новостям. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный провел рабочую встречу с директором акционерного общества мясопродукты Казимиром Кабалоевым. Глава региона посетил перерабатывающее предприятие и осмотрел емкости для хранения сырья. По итогам встречи губернатор поручил руководителю мясокомбината подготовить проект по модернизации холодильных мощностей. Благоприятные погодные условия позволили вовремя завершить убойную кампанию. А также превысить показатели и получить продукцию высокого качества. Хозяйственники заготовили около 103% планового объема оленины. Порядка 1200 тонн мяса. На убой направили почти 39 тысяч голов оленей. По словам директора мясокомбината Казимира Кабалоева, предприятие готово принимать от хозяйства еще больше сырья на переработку. Но холодильное оборудование предназначено для его охлаждения и хранения перегружено. Оленеводы свою работу выполнили. Но теперь эту оленину надо переработать. Но чтобы ее переработать, ее надо хранить. Холодильные мощности у мясокомбината на пределе. И мы понимаем, что для того, чтобы и дальше поддерживать отрасль оленеводства, оленеводов, а мы будем это делать, необходимы мощности, где можно будет хранить и впоследствии перерабатывать эту оленину. В ходе рабочей поездки на производство Юрий Бездудный осмотрел холодильный цех и поручил руководителю мясокомбината подготовить проект по модернизации оборудования и складских помещений на мясокомбинате. Будем принимать решение либо входить в какую-то государственную программу, либо искать варианты ГЧП. Но очевидно, что холодильные емкости нужно строить уже сейчас. Мы поддерживали и поддерживаем отрасль оленеводства. Ежегодно в период убойной кампании Наринмарский мясокомбинат принимает на переработку сырье от оленеводческих хозяйств округа, которые не имеют собственной инфраструктуры для производства продукции. С пополнением на предприятии «Чистый город» презентовали новую технику. Два самосвала, малогабаритный погрузчик, а также шнокороторный снегоочиститель теперь будут стоять на страже коммунального спокойствия горожан. Подробности далее. Это новый шнокороторный снегоочиститель. Машина в своем роде уникальная. Мэр города Олег Белак во время презентации не может скрыть своего искреннего восхищения. Она уникальна тем, что на ней самоочистый двигатель. Она позволит намного быстрее убирать улицы. И я думаю, что ребята еще покажут, когда будет большая снега, новая их разработанность, скажем так, методика уборки больших снежных заносов. Парк пополнился тремя новыми коммунальными машинами и дополнительным оборудованием. Предприятие «Чистый город» закупило два самосвала, малогабаритный погрузчик, а также шнокороторный снегоочиститель. Новая техника позволит сэкономить и время, и ГСМ, и трудовые затраты. Нехватка самосвалов у нас хватает. Так как у нас прибавилось дорог с 1 января, объемы увеличились, и нынешней самосвалов стало не хватать. И также необходимо, что на коротую ростовку для скорой уборки заносов и снежных лунов, для погрузки, ускоренной погрузки, так скажем. И мини-погрузчик у нас техника потихонечку вырабатывает свой моторесурс, который был приобретен в 2014 году, и надо потихоньку заменять автопарк. Общая стоимость затрат на обновление коммунальной техники более 14 миллионов рублей. Средства выделены из муниципального бюджета. В декабре месяце на очередной сессии при принятии бюджета была утверждена смета на расходы казенному учреждению «Чистый город» на приобретение техники в районе 20 миллионов рублей. Как мы видим, только прошло буквально два месяца, техника здесь, а то говорит только об оперативности, деятельности руководства, в целом чистого города. Примечательно, что новые машины закуплены без использования механизма лизинга. С 2018 года предприятие ежегодно обновляет парк коммунальных автомобилей. За три года «Чистый город» закупил 12 единиц техники, не считая мелких агрегатов и дополнительного навесного оборудования. «Мы в этом году забрали из окружной собственности, получили пять дорог, то есть, соответственно, нагрузка на предприятие увеличилась. Мы каждый год приобретаем дополнительную технику. Сейчас у нас большая часть техники, она не относится точно, что даже к старой, она и не морально не старая. За последний год мы обновили, можно сказать, практически десяток новых машин. Для Наринмара это большая цифра». Всего на балансе учреждения значится более 40 единиц техники. В планах приобретение автомобиля для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на автодороге. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». 90 лет на страже правопорядка 28 февраля 1931 года было образовано Управление внутренних дел по Ненинскому округу. О людях, которые охраняют спокойствие жителей региона, расскажет Александра Литкова. Лейтенант полиции Мария Москаева в органах внутренних дел всего полгода. После окончания Уфимского университета девушка, не раздумывая, отправилась на Крайний Север. Всегда с детства меня привлекали военизированные учреждения, потому что я болею с детства патриотизмом, любовью к родине, всегда любила различные военные фильмы и так далее. Моя любимая фраза даже есть такая профессия родину защищать. Мария признается, встретили ее здесь хорошо. Старшие коллеги всегда готовы помочь словом и делом. Я из их рассказа подчеркнула опять же то, что все сотрудники люди своего дела, люди чести, люди достоинства. Вот. Они, наверное, вот сотрудник полиции это как врач, как медик. Они должны быть люди по призванию. То есть человек случайный не может работать, он не сможет, точнее, работать, потому что здесь нужно болеть душой за работу. Здесь нужно не считаться со своим временем. Молодыми кадрами окружная полиция пополняется ежегодно. Впереди долгая дорога познания профессии. И без опыта старшего поколения не обойтись. Накануне празднования 90-летия со дня основания окружной полиции состоялась встреча ветеранов с молодыми сотрудниками органов внутренних дел. Самым главным достоянием нашего управления были и остаются ветераны. Ветераны, которые, несмотря на все сложности функционирования в наших исключительных условиях условиях арктической зоны были и остаются преданными тому благородному делу, которому они посвятили всю свою жизнь служению отечеству, служению Родине. Алексей Чупров один из тех, кто пришел на службу в тяжелые 90-е. Говорит, ни разу не пожалел о своем выборе. Обслуживал участок поселка Искателя, а также выезжал в командировку в отдаленный населенный пункт. Это остров Колбыев, поселок Бугрино. Нисколько не жалею, что начал свою деятельность и 20 лет отслужил в этом управлении в органах внутренних дел. В дальнейшем проходил службу в различных подразделениях, как дознание, неведомственная охрана и подразделение по работе с личным составом в должности заместителя начальника управления. Сегодня в органах внутренних дел Ненинского округа трудится почти 600 человек. От имени главы округа Юрия Бездудного сотрудников полиции поздравил вице-губернатор Андрей Блащинский. Сегодня сотрудники окружного ОМВД ставят перед собой новые, современные задачи по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, защите общественной безопасности, пресечению любых проявлений экстремизма, национальной, религиозной и социальной нетерпимости, утверждению торжества закона во всех сферах жизни округа. В преддверии 90-летия со дня образования в здании окружной полиции прошло торжественное мероприятие, на котором участвовали ветеранов и действующих сотрудников, а также вручили благодарственные письма и медали. Бывший начальник УВД Денинского автономного округа, очень рады, что вы нашли время принять участие в этом мероприятии, и, конечно же, мы не могли обойти вас вниманием и вручить юбилейную награду в связи с 90-летием УВД России. Работа в полиции одна из самых сложных. Обеспечить правопорядок и спокойствие на улицах, прийти на помощь в любое время суток каждому жителю округа. В этой профессии невозможно без выдержки самообладания и мужества. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Вадим Стосюк, Телеканал Север. В Ненецком округе впервые прошла национальная премия «Бизнес-успех» для предпринимателей. 26 февраля в Арктике собрались 17 участников, которые представили свои проекты перед жюри. В конце дня были выбраны 6 победителей, которым вручили золотые статуэтки в виде домкратов. Национальная премия на протяжении 10 лет представляет предпринимателям возможность показать, что такое бизнес и рассказать о своем деле. «Бизнес-успех» площадка, которую создали для предпринимателей, чтобы помочь им на этом отнюдь нелегком пути. Обмен опытом и мастер-классы, на которых участники узнают инсайты, которые помогут в развитии своего дела. Обретение новых связей все это дает хороший толчок для предпринимателей. «Бизнес-успех» это возможность нашему предпринимательскому сообществу заявить о себе не только в Ненецком автономном округе, но и заявить себя нашим сегодняшним шести победителям, которые тяжелой конкуренции так скажем прошли, заявить о себе на всю федерацию, на всю страну. Поэтому это первое проявить себя, а второе это чтобы нас, наш округ, наши предприниматели знала вся страна». О победителях премии и их проектах мы расскажем в следующем выпуске новостей. «Хлеб всему голова» пекарей сел Пешского куста повысили свою квалификацию. Обучение для производителей хлебобулочных изделий прошло на базе Неской пекарни. Алина Ваучейская расскажет подробнее. На Неской пекарне в самом разгаре подготовка теста для будущих куличей с цукатами. Этот рецепт для практического занятия выбран не случайно. Зачастую на селе православные не могут себе позволить свежий пасхальный пирог. Также в программе курсов выпечка различных сортов хлеба, например, с пророщенным зерном или свеклой, а также кондитерские изделия с различной начинкой и даже изготовление пряников. Людмила Бобрикова на курсы повышения квалификации приехала из соседнего села Омы. Девушка вот уже 10 лет обеспечивает продовольственную безопасность в заполярной глубинке. Говорит, такие курсы как глоток свежего воздуха. Многие пекари на селе работают не один год, однако зачастую приходят в профессию не имея профильного образования. Например, Любовь Попова из Нижней Пеши в прошлом швея уже 7 лет постигает разные техники выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий. Всегда интересно, мне кажется, учиться чему-то новому, тем более, что я не профессиональный пекарь, я пришла в профессию вообще швея четвёртого разряда и как бы меня уже там научили на пекарне всему. Но всё знать никак не можешь жить. И всё равно чему-то новому, допустим, какие-то пряники, куличи, мы вот такого не делали никогда. А я сюда приехала и нас здесь научат. Такая профессиональная перезагрузка для сельских пекарей продолжается на протяжении 7 лет. Курсы организованы Окрпотребсоюзом, обучение проводит Марина Горевских. Руководитель Архангельского кооперативного техникума побывала практически во всех населённых пунктах Неницкого округа, от Усть-Кары до сёл Нижнепечорья. Им интересно работать, они работают с душой, они вкладывают в это силы и их нужно в профессиональном плане подтянуть. Для этого мы проводим курсы, то есть рассказываем, показываем не только теорию, но и практику. Вот сейчас вы застали у нас практический момент, но у нас ещё и есть и теоретический, это когда мы обучаем и санитарным правилам, да, у нас с января этого года новый САНПИН вышел, то есть в нормативной базе их тоже подтягиваем. А это уже сотрудники Ниэской пекарни готовят выпечку для населения. Работают, что говорится, в радость и условия созданы комфортные. Модульное здание пекарни в Неси появилось в 2017-м. Тогда же сюда завезли и новое современное оборудование. Например, эта ротационная печь-иртыш позволяет за раз выпекать до 100 буханок хлеба. Рабочий день пекарей начинается рано утром. Неся не привыкли к тому, что уже в обед можно купить свежую выпечку и хлеб. А ассортимент здесь довольно внушительный. Очень много видов, более 60 видов. Можно испекать, так что это очень много. Мы их чередуем. Мы, допустим, в понедельник делаем сладкое какое-то, во вторник мы опять же жилое. Очень любят калитки сейчас у нас. Население все-таки привыкло, наверное, к жилому. И они любят как и свои пирожки, так и наши. В основном они пироги, ватрушки, особенно любят с морошкой, потому что у нас люди северные, любят нашу ягоду. После четырехдневных курсов пекари, омы и нижние пеши отправились в свои населенные пункты, чтобы радовать односельчан оригинальной и вкусной продукцией. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Стиль севера. В столице Заполярья прошел первый модный показ дизайнеров Ненецкого округа. Зрителям были представлены три коллекции одежды как для детей, так и для взрослых. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. От дизайна мебели к одежде координально изменить направление деятельности Ольги Кокориной помогли ее вдохновители дети. На первом показе начинающего модельера представлено 11 видов одежды от спортивных костюмов до струящихся платьев. Коллекция Ню Дяку, что в переводе с Ненецкого олененок, рассчитана не только на малышей, но и их родителей. Возраст от 3 до 8 лет, но опять же мы представляем еще фэмили лук, то есть это будет ребенок вместе с мамой выйти, то есть это не не означает то, что если вы увидели коллекцию на ребенке, что это только она для ребенка предназначена, то есть любую модель мы можем отшить еще и на взрослого человека, а также маме, допустим, и ребенку, чтобы вместе ребенка. Свет коллекция могла выйти еще в прошлом году. Всему виной ограничительные меры. Так получилось, что в 2019 году нам удалось на очень серьезной площадке поучаствовать в неделе московской моды. Совместно с департаментом образования мы организовали это мероприятие и достойно, конечно, выступили наши мастера и дизайнеры. И мы очень хотели провести подобные мероприятия у нас в регионе, но, к сожалению, пандемия поставила свои преграды и, наконец-то, мы ура сегодня презентуем неделю арктической моды у нас в регионе. Дизайнер Ольга Суховарова на показе представила две коллекции. Одна из них «Ритмы тундры», которая вышла в свет еще на неделях моды в Москве. Вторая «Путь ворона» классическая одежда в черно-белых тонах и с ненецким орнаментом. Мне до безумия нравится ненецкая одежда. И я понимаю, что далеко не все даже ненцы в повседневной жизни могут ходить в такой одежде. Может быть, это кто-то считает слишком ярким, слишком вызывающим. Где-то этого немножечко кто-то стесняется, когда такое обилие цветов, орнаментов. Но мне хочется, чтобы орнамент в повседневной нашей жизни постоянно присутствовал, чтобы он был напоминанием нам, на какой земле мы живем, что это ненецкая земля, на которой есть такая безумно красивая культура. Влюбившись в ненецкие мотивы, Ольга начала творить. Девушка уверена, пройдет немного времени и о коренном народе заговорят по-новому. Африканские мотивы очень легко на современной одежде узнать. Обычное современное платье какое-то летнее, легкое, но при этом какие-то африканские мотивы очень легко узнаются. Индейские мотивы очень легко узнаются. Я очень надеюсь, что однажды также легко будут узнаваться и ненецкие мотивы. Модный показ вызвал настоящий фурор. В Рестабаре кочевник не было свободного места. Это очень здорово. Мы с удовольствием это все поддержали. И более того, мне очень понравилось, что народ откликнулся прямо молниеносно. Не успели мы разместить эту информацию о том, что здесь будет проходить модный показ. То есть аншлаг организовался просто молниеносно. Кроме этого, у нас проходит фотовыставка ненецкой одежды, орнаментов, узоров, которые при поддержке краеведческого музея мы тут проводим. Чтобы зритель мог полностью погрузиться в атмосферу ненецкой культуры, на показе выступил самобытный театр «Эллипт» с постановкой на языке коренного народа. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Владислав Москин, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Оставайтесь с нами.